Здравствуйте дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Продолжаю сегодня знакомить Вас с предположительным выходом из положения и с блюдами так называемого выходного дня. Скажем кого-то ждете. Первое мы уже сварили, теперь переходим ко второму. Блюдо незатейливое, из продуктов, которые всегда под рукой, но оригинальное. И самое главное, что в нем задействована курица, которая чаще всего появляется на наших столах в связи с ценовой политикой. Итак у нас сегодня будет курица под картофельной шубой. Ну назовем это так, чтобы долго не изъясняться. Ну а теперь пора уже приступать к делу. Итак дорогие мои друзья, у меня сейчас есть возможность по свежим комментариям пройтись и я это сделаю. Во-первых я сразу Вам могу сказать, что к сожалению расположение моей кухни, то есть рабочего места связано с тем, что моего лица не видно. Тут получается либо мы видим как готовятся продукты, в чем я более заинтересована, поскольку у нас кулинария для начинающих. Начинающему кулинару будет важнее, правильнее не меня разглядывать, а скажем как делается процесс. Но я понимаю человек, он первый раз например берется готовить серьезное блюдо. Поэтому приоритет отдан конечно продуктам. От меня добрые пожелания Вам, здоровья, счастья, успеха, ну и комментарии по поводу непосредственно блюда. Так что приношу извинения. Снимать впереди как это бывает. У меня нету острого, так называемого кухонного, поэтому я вынуждена стоять сбоку от плиты. Зато Вы хорошо видите весь процесс. К слову сказать, здесь идет разогрев сейчас жира. Добавлена соль для того, чтобы жир не разбрасывался. По-прежнему использую жаровню, которая меня выручает который раз. И Вам точно так же могу сказать. Жарить не обязательно все на сковородке. Для этого существует масса разных приборов. В частности, Ваша утятница или гусятница вполне тоже справится с этой задачей. Здесь у меня порезана одна грудка на кости. Кость, казалось бы, лишняя в хозяйстве. Это явно человек кушать не будет. Но мясо не снятое с кости более сочное. Здесь в районе косточки оно аккумулирует соки и соответственно не бывает сухим. Поэтому я склонна переплатить за кости. Благо их всегда есть кому употребить. Здесь у нас господа мопсы, они всегда пожалуйста с этим делом. Теперь одна грудка порезана вот такими вот фрагментами порционными. То есть грудка имеется ввиду из двух половин, ну как и положено у курицы. Панировки курица не видела никакой, не подсаливалась ничего. С исключением той соли, которая сейчас насыпана в растительное масло. Я укладываю сюда курицу. Мне ее надо обжарить до золотистого света. И по возможности практически до готовности. Поэтому разогревала я на большом огне, а жарить буду на среднем. Курица обжаривалась на среднем огне, специально чтобы она была на 99 процентов готова. Сейчас мне потребовался лист, поскольку дальше у нас все это пойдет на запекание. Раскладываем таким образом порционно, чтобы при зачерпывании слоя с верхней части вы неизбежно прихватили с собой кусочек мяса. Так, надо аккуратненько, потому что курица раскалена до нервного срыва. Естественно брызгается. Положим сюда. У нас остался жирок. Здесь порезаны соломкой 2 килограмма картошки. Около того. Высыпаем прямо туда. Для чего это все делается, дорогие мои друзья? Мы сейчас должны с вами картошку притомить практически до готовности. При этом она не должна обрести корочку. Здесь это не нужно и возбраняется. Перевернем сейчас лопаточкой. Почему в этом же жиру? Потому что здесь остался мясной сок. Он не должен пропадать. Итак, как вы понимаете, мы сейчас будем готовить некую шубку для нашей курицы. Значит мы вот таким образом перемешиваем. Одеваем сверху крышкой. Периодически будем посмотреть. Если вы видите, что ваша картошка начала каким-то образом обретать корочку, подлейте кофейную чашку или пол чайной чашки воды и еще раз перемешайте. Самое главное, чтобы она была готова на 99 процентов и при этом не имела вот этой поджаристости. Здесь мы этого не ждем и даже боремся с этим делом. После этого как картофель у нас будет готов, я вам покажу, какие у нас будут далее мероприятия. В процессе приготовления картошки, когда она уже была, можно сказать, альдентой, я налила сюда пол чашки чайной воды. Для чего нужна эта вода? Картофель отправится в духовку. Если я не добавлю сюда воды, у нас все будет сухое. А нам надо, чтобы у нас было картофель был сочный. Для дополнительной сочности вы добавляете сюда банку горошка зеленого консервированного. В принципе, дорогие мои друзья, это не обязательно. Это добавление сугубо для, так сказать, выходного дня. А в быту это блюдо очень беспроблемное, очень доступное и можно обойтись и без горошка, если уже на то пошло. Если вам горошек покупать дорого. Теперь посолим. Это все счастье. Немножко присолим нашу картошку. Теперь эту курицу. Теперь у нас надо распределить картофель поверх. Вы сейчас видите весь процесс со дна, но поверьте мне, я сейчас уберу. С донышка забираем остатки. Вот, надеюсь, вам сейчас хорошо видно, что происходит. Распределяем наш картофель поверх курицы. Картофель не зря напоминаю и видел небольшое количество воды. Сейчас он сочный. Эти соки ринулись вниз. На нашу курочку нам ничего нельзя пересушить. Сделать не сочным не интересно. Так, теперь дальше. У меня была средняя луковица мелко порубленная. Я ими прямо сырыми. Вот таким вот щедрым способом осыпаю нашу курицу уже в шубке. Дальше. Вам необходимо будут специи. Я сейчас пойду за своими любимыми специями. Мы поговорим о них отдельно. Перед нанесением специй делаем небольшую, так сказать, сеточку из майонеза. Но моим тюбиком, конечно, сеточка эта брутальная получается. Но, тем не менее, как-то ж надо это все дело. Майонез здесь призван тоже создавать сочность блюду. Если майонез не подходит, сделайте сеточку из сметаны. Вот. Это не имеет значения особого. Дальше. Теперь специи. Беспроигрышно сюда подходит базилик сушеный. Вот он продается в магазинах или вы можете его сами насушить. Базилик очень даже к месту. Но я последнее время обратила внимание на специи для рыбы. Невзирая на то, что они как бы рыбные специи, безусловно. Тем не менее, они очень шикарно, вот эти подборки, подходят под всевозможные блюда. И картофельные в том числе. Поэтому рыбные специи любой приличной фирмы, чтобы не обидеть никого, так сказать, не называю производителя, но это не имеет особого значения. Любые рыбные специи, они практически базируются на одних и тех же ингредиентах. И вот от картофеля начинается сходить изумительный аромат. Ну и последнее. Это сыр. Сыр может быть обычный тертый. Но у меня были по типу сулугуни сыры, то есть творожные. Тем не менее, они тоже великолепнейшим образом подходят для этого блюда. Я специально даже, может быть, не ограничиваю вас в сырах. Единственное, каких не надо сюда класть, это копченых сыров типа косички, сулугуни и прочее. Остальные все, любые, очень уместные. Полутвердые, твердые, острые, пресные, творожные. Впереди, как вы хотите. Ну все. Наше приготовление закончилось. Духовка у меня разогрета заранее. Обычно я ее разогреваю до 180 градусов. Теперь время пребывания ваше блюдо. Вы его фактически приготовили еще до того, как собрали на листе. Мы же, помните, я вам говорила, курицу готовьте на 99%. Картошка должна быть готова на 99%. Значит, в духовке нам нужно добрать всего 1%, чтобы все вкусы смешались, а сыр растаял. С этого момента блюдо готово к подаче к столу. Я не буду вас уже утомлять выемкой его из духовки. Понимаете, все это будет традиционно расплавленный сыр. Внутри сочное великолепное блюдо. Было бы любопытно услышать ваше мнение после приготовления. Возьмите себе на заметку. Это блюдо после хорошей порции супа вполне может прокормить и 10 человек. С вами была Елена.